Опорному вузу региона федеральную поддержку университет в числе победителей проекта приоритет 2030. Основной пор в программе развития ОЛГУ сделан на технологический рост исследовательской работы и сотрудничества с реальным сектором экономики. Продолжит Гульнар Шарипова. С первого взгляда и не сказать, что этот робот способен выстоять там, где более внушительные по размерам собратья сдаются. Разработка сотрудников Ульяновского Госуниверситета свои преимущества демонстрирует на предприятиях по всей России. Большинство из них входит в госкорпорацию «Росатом». Мы делаем роботов, радиационно стойких роботов, уникальных роботов, которые в России никто больше не делает и не умеет разрабатывать, кроме нас. Эти роботы обладают максимальной радиационной стойкостью, выдерживают такие дозы, которые разрушают обычных классических роботов. Этому способствуют некоторые инженерно-технические решения, которые разработаны именно в нашем конструкторском бюлере. Этот манипулятор способен день и ночь доставлять обломки радиационного топлива в зону рубки. Управляют процессом люди, но на безопасном для себя расстоянии. Это выглядит так. Стенка засвинцованная, просмотровая окно, через которое они смотрят на то, что они выполняют, и, в общем-то, они в это время получают дозы. Наш робот избавляет их от этого. Задача этого малыша подготовить специалиста ко встрече с более мощным манипулятором. Его разработчики – студенты УЛГУ, ученики трансферной научной лаборатории. У него есть некоторые насадки, есть присоска, есть рука, есть карандаш и лайнер. Он дает возможность обучаться человеку как перекладывать предметы, так и вырезать что-либо. Также он может печатать предметы пластиком, как 3D-принтер. В нашей лаборатории, помимо того, что студенты работают с реальными техническими и роботизированными устройствами, они еще и создают VR-модели. Они получают здесь как раз дополнительные компетенции, которые идут сверх их учебного плана, и они становятся более востребованными специалистами с двойным набором компетенций. То есть они, во-первых, IT-специалисты, а с другой стороны, они еще и специалисты по созданию системы управления робототехникой. 2000 студентов сегодня проходит обучение по новой образовательной модели. Она и все научные разработки в УЛГУ возможны благодаря победе вуза в федеральном проекте «Приоритет 2030» уже второй год подряд. Мы объединили все направления подготовки, а мы классический университет, у нас больше 200 направлений подготовки. Мы объединили 8 научно-образовательных кластеров. Мы договорились, что с работодателем мы создаем такой портрет эталонного выпускника. То есть это будет такое окно, в которое мы должны подтащить траекторию студента. Средства гранта этого года пойдут на проекты по 3D-медицине и развитие совместной стартап-студии с Мордовским государственным университетом. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск.